Альгарва Там, где заканчивается суша и начинается море. Так поэт Луи Вазде Камоэш в XVI веке описал самую южную провинцию Португалии, Альгарву. Обрывистые скалы Кабо-де-Сау-Висенте венчают не только южную границу Европы, но и западную часть региона, которая примыкает к Испании в районе реки Урадиана. Альгарва с ее постоянным мягким климатом является идеальным местом проведения отпуска. Отличный отдых и чудесную погоду обещают вытянутые песчаные пляжи или уединенные бухты с живописными прибрежными скалами. Гольф также играет важную роль для развития туризма. Так в Альгарве имеются ухоженные поля для гольфа с различной степенью сложности. Новые впечатления можно получить от центральной части страны, до которой с легкостью можно добраться на джипе или автомобиле, взятом на прокат. С тех пор, как в 1986 году Португалия примкнула к европейскому сообществу, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась. Наряду с туризмом важной экономической отраслью является сельское хозяйство. Во время поездки по стране в глаза бросаются огромные колеса водяных мельниц, реликты прошлых лет и многочисленные пассивные площади. На еженедельных рынках предлагается самая широкая палитра сельскохозяйственных продуктов. Однако долгую историю в этом прибрежном регионе имеет не только сельское хозяйство, но и рыболовный промысел. Рыбу поставляют сюда ежедневно, что является гарантией свежести продукта. На улице для вас приготовят на гриле сардину и другие виды рыб. Фаро, с численностью населения около 30 тысяч человек, является столицей одноименного округа Португалии. Ее границы совпадают с границами Альгарве. Маленькие лодки являются составной частью современной жизни портового района. Однако основное значение этот городок имеет как место продажи товаров, привезенных из глубины страны. Через ворота Аргодобила гости попадают в старую часть города. Многие дома построены в 18 веке. Большое количество шедевров в прошедших лет было уничтожено крупным землетрясением, случившимся в Португалии в 1755 году. Узкие улочки ведут наверх к соборной площади Ларго-Дассе. Большой собор был построен на фундаменте готической и романской церквей. Азолежос, типичная португальская керамическая плитка и готические элементы украшают внутреннюю часть собора. Примером тому может послужить чёточная капелла. Практически все церкви в прибрежной зоне имеют схожие архитектурные черты. С башни собора открывается чудесный вид на архитектурную смесь центра города. Старые дома, деловые здания и туристические центры гармонично дополняют общую картину города. Несмотря на размеры и значения города, как столицы, Фаро остался местом с характерной атмосферой. Маленьким дополнением к этому можно считать переулки города с живописными кальсадов Ласта-Бай. Множество кафе и магазинчиков в пешеходной зоне создают все условия для приятной прогулки. В местных лавочках можно приобрести типичные для Альгарвы подарки на память. В первую очередь Фаро можно купить искусно расписанные горшочки, равно как и фольклорные шерстяные свитера и куртки. Общий вид внутренней части города дополняют современные бутики, предлагающие товары ведущих мировых производителей. Те, у кого не так много времени, непременно должны заглянуть в традиционную португальскую кофейню Альянса. Здесь многие из местных жителей заказывают чашечку кофе или бокал вина. Славная история Португалии связана в первую очередь с морскими путешествиями. Некогда отважные моряки, сопротивляясь суровому морю, отправлялись на поиски нового света. Так, например, знаменитые мореплаватели Васко-да-Гамма или Генрих-мореход отправлялись в свои путешествия именно из Альгарвы. В Музее морской истории Меритимо, расположенном прямо на акватории порта Фороса, эта история оживает. Модели кораблей знаменитых мореплавателей, изготовленных в соответствии с оригиналом, дают представление о тогдашнем времени. Рядом с ними находятся различные свидетельства рыболовной истории на Альгарве. Те, кто интересуется рыболовством, увидят здесь множество приспособлений старого и современного рыболовного промысла. Цепочка маленьких островов и лагун отделяют Форос от моря. Во влажных биотопах живут редкие животные. И рыбаки ежедневно выходят на лодках в лагуны для занятия своей привычной работой. Вдоль Гуадины, примерно в 35 километрах к северу от Кастро-Марима, расположен Аль-Кутим, место, имеющее историческое значение для всей Португалии. Здесь в 1371 году заключили мирный договор между своими королевствами Фернандо I со стороны Португалии и Энрике II со стороны Кастильи. Центр Аль-Катима расположен прямо на берегу реки в тени великолепной приходской церкви. В полдень здесь открывается маленький ресторан, основными блюдами которого являются, естественно, поджаренная на древесном угле рыба и национальные блюда из курицы. Далее, к северо-западу, среди оливковых и апельсиновых деревьев, расположен, пожалуй, самый важный рыночный город Альгарвы – Люле. Внешний вид города очень напоминает мавританские поселения, равно как и крытый рынок – центр оживленной торговли. Местные жители и туристы ежедневно приходят сюда за покупками. Легенда гласит, что воздушная конструкция была предназначена для Туниса. В конечном итоге она появилась на Люле и так понравилась местным жителям, что они захотели оставить ее у себя. Правдива ли эта история, не может сказать никто. Однако элементы арабского стиля в конструкции рынка налицо. Вокруг рынка пульсирует уличное движение. Жители Альгарвы являются яростными автолюбителями, готовыми порой на очень рисковые маневры. Осторожно, однако, если все-таки дело дойдет до столкновения, то местные жители охотно помогут. Именно поэтому стоит заранее позаботиться о надлежащей страховке. В центре города расположены многочисленные яркие магазинчики. Гораздо спокойнее в переулках ниже рынка. Здесь находится квартал искусных ремесленников. Знамениты в первую очередь изделия из меди, однако посуда из Люле тоже популярна. Следующим реликтом времен мобританского господства является Каштелло. С него открывается чудесный вид на дальние окрестности страны. Всего в нескольких километрах от Люле стоит этот роскошный замок в стиле рок-ко-ко. К сожалению, это здание, построенное в 12-м столетии, находится в частной собственности, поэтому у нас нет возможности осмотреть внутренние покои. Но иногда садовник позволяет одним глазом взглянуть на парк. За массивными воротами раскинулся и нетронутый сказочный ландшафт. Из Фароса по направлению на запад песчаный ландшафт переходит в скалистые гряды, схожие с кратерами. Благодаря своему привлекательному ландшафту, здесь, в Валидолебо, наряду с полями для игры в гольф, появились настоящие туристические центры, например, Виламура и Альбуфера. Виламура – искусственно созданное место отдыха. Здесь нет ни настоящего центра, ни типично португальского характера в постройках. Возможностей переночевать здесь так много, как нигде на Альгарве. Бесчисленные комплексы отелей и апартаменты различных ценовых категорий и классов расположены вдоль портовой области. В Виламуре находится один из самых современных яхтовых портов в Европе. Неудивительно, что многочисленные любители парусных и спортивных судов охотно зимуют здесь. Выбор баров и ресторанов широко разнообразен. Обязательным условием для жителей Виламуры является наличие интернационных